Всем здравствуйте! Под моим прошлым видео об этом принтере было не то количество вопросов и сегодня я хочу попытаться ответить на часть из них. Первый вопрос был, можно ли на этом принтере печатать свои собственные детали, свои собственные модели. Да, можно и сегодня мы именно этим и займемся. Я вкратце покажу, как нарезать детали в слайсере, как готовить ее от печати, немножко расскажу о том, в чем я моделирую детали и, собственно, посмотрим на результат работы принтера с той деталью, которую смоделировал именно я. Но перед тем, как приступить к этому, еще несколько комментариев по самому принтеру. То, что мне пришлось сделать за все это время с принтером, то, что мне не очень понравилось в нем, то, что пришлось немножко доработать. Первое, что сразу пришлось дорабатывать, это вот эти вот пазы под ремень в головке с одной и с другой стороны. Дело в том, что они были слишком узкие и при движении головы туда-сюда она задевала за ремень и был такой довольно-таки неприятный звук, который заглушал всю работу принтера. Немножко поработал напильником, снял корпус, подпилил пазы, стало гораздо тише, ремень перестал задевать, да и ремню, на мой взгляд, так будет легче, а так он мог бы протереться. Второй не очень приятный момент, это вот этот вот коврик. Люди в комментариях пишут, что от него отлипают детали очень часто. Да, действительно, это так, детали от него часто отлипают. Я пытался смазывать этот столик вот такими вот тлей-карандашами на основе ПВА разных моделей, но здесь есть такая проблема. Некоторые тлей-карандаши просто не липнут к этому столику, а на некоторые тлей-карандаши не липнет пластик. Возможно, у меня и не те тлей-карандаши я выбрал, но у меня вот такая вот ситуация. Поэтому для себя я пока что нашел один вариант. Тщательно обезжирить вот эту вот поверхность, либо средством для снятия лака с ногтей, либо ацетоном, либо бензином-калошей. Чем-нибудь, что очень хорошо обезжиривает. И после этого печатать деталь на подложке. Не на юбке, не на тайме, а именно на подложке. Именно с такой печати у меня еще не сорвало ни одну деталь. При печати на юбке деталь, да, срывает очень часто. При печати с подложкой, и если у вас стол хорошо и тщательно откалиброван, у меня еще не сорвало ни одну деталь с этого принтера. Поэтому вот такая вот рекомендация. Вы, конечно, тратите чуть больше пластика, и распечатка занимает больше времени. Но если у вас сорвет частично напечатанную деталь, или вам придется несколько раз начинать печатать эту деталь, вы потратите гораздо больше и времени, и пластика, чем если напечатаете подложку. А сейчас давайте поговорим о том, как моделировать детали для этого принтера, и как их потом готовить к печати, и собственно как печатать. Моделировать будем очень простую деталь. Есть у меня вот такой вот видеосвет, я на него когда-то делал обзор. И к нему в комплектке есть вот такая вот подставка для его крепления на столе. Также в комплектке к этому видеосвету идет вот такой вот переходник, который позволяет закрепить этот видеосвет на горячем башмаке, например на фотоаппарате или на видеокамере, либо на холодном башмаке, одним словом в любом фотооборудовании, где есть крепление к вот такому вот квадрату, или крепление под фотоболт. У меня на данный момент нету фотострубцин в достаточном количестве для того, чтобы крепить этот видеосвет там, где мне нужно. Но у меня есть обычная вот такая вот бытовая струбцина. И я хочу, чтобы вот этот вот видеосвет можно было как-то вот так вот крепить на этой струбцине. Соответственно мне нужно сделать какой-то пластиковый переходник, смоделировать для того, чтобы вот этот вот переходник на видеосвет можно было закрепить на этой струбцине и превратить обычную струбцину в фотострубцину. Для начала мне нужно снять размеры вот этого вот башмака. Соответственно, вот эту вот высоту и снять размеры вот этого вот квадрата и толщину от квадрата до вот этого вот основания вот этой вот полностью открученной гайки. Для того, чтобы определиться с геометрическими размерами посадочных мест этого и этого. А дальше будем приступать к моделированию. Но перед тем, как приступать непосредственно к 3D моделированию, стоит определиться, в каком именно приложении лучше всего это делать. Если вы уже знаете, какой это 3D редактор, можно продолжать работать в нем. Главное, чтобы ваше приложение позволяло сохранять модель в формате STL файла, который в дальнейшем будет загружен в слайсер для нарезки и передачи на 3D принтер. У меня опыта моделирования практически не было, поэтому я решил посмотреть, в чем можно моделировать и какое приложение лучше начать изучать. Свой выбор я решил остановить на программе Fusion 360 от компании Autodesk. Во-первых, приложение абсолютно бесплатно для некоммерческого домашнего использования. А с другой стороны, в интернете есть очень-очень много литературы и видеоуротов, которые позволят новичкам, таким как я, максимально быстро освоиться и начать делать свои первые модели. А теперь приступаем непосредственно к моделированию. Еще раз повторю, что опыта у меня мало, так что делать все буду максимально просто. Сейчас для меня главное получить рабочую деталь. Первым делом создаю две модели. Стандартный фотоквадрат и опорная часть башмака струбцины. При моделировании стараюсь максимально точно выдержать размеры фотоквадрата, чтобы в переходник можно было устанавливать не только этот видеосвет, но и другое фотооборудование. Основание струбцины. Здесь главное, чтобы оно было не меньше оригинала и струбцина могла разместиться в том посадочном месте, которое для нее предназначено. Все остальное для этой конкретной модели не важно. Теперь получившиеся детали размещают друг над другом, именно так, как они должны будут располагаться в будущем переходнике. Получается это примерно вот так, а теперь действуем по заветам скульпторам древности. Для получения шедевра берем глыбу мрамора и отсекаем от нее все лишнее. В нашем случае берем некий объект кубической формы, размерами превосходящий обе ранее полученные детали. Размещаем эти детали внутри него. Стараемся их максимально отцентровать, чтобы они были со всех сторон расположены на одинаковом расстоянии. Получаем вот такую вот заготовку, а теперь первое вычитаем из второго и у нас вот такой вот переходник. Можно уже отправлять его на печать, но для того, чтобы деталь смотрелась более качественно и профессионально, давайте наведем чуть-чуть красоты. Снимем фаски, струглим углы и получим более опрятный внешний вид. Вот теперь этот переходник закончен и его можно экспортировать в файл. Итак, STL файл у нас готов и теперь нам нужно запустить программу слайсера для того, чтобы сделать из него файл G-кода, который собственно потом отправится на принтер. Вначале я пытался пользоваться слайсером от производителя принтера, но в итоге решил, что буду использовать слайсер тура. Это более универсальный вариант и опять же в интернете очень много учебного материала по этому слайсеру, так что можно разобраться с ним гораздо быстрее, чем со слайсером производителем. Загружаю в слайсер модель нашего переходника и можно делать пробную нарезку, чтобы оценить предполагаемый процесс печати. Как видите, сейчас при печати почти все полости модели будут заполнены так называемыми поддержками. В данном случае это не есть хорошо. Сами по себе поддержки это нормально, принтер просто не может печатать большие нависающие элементы и для их печати он использует временные поддержки, которые помогают ему удерживать пластик, пока он не остынет, не затвердеет и не примет ту форму, которую мы от него хотим получить. Затем эти поддержки можно легко отделить. И если бы речь шла только о лишнем расходе пластика и времени, пусть бы все так и оставалось. Но в данном случае тот, как я буду использовать кронштейн, предполагает, что наибольшее усилие на него будет оказываться в направлении от основания к верху. Это будет либо растяжение, если я что-то подвешу к переходнику вверх ногами, либо излом, если этот переходник будет закреплен на какой-то вертикальной поверхности. И если печатать как есть, то все усилие на себя примет соединение слоев, и вся прочность будет зависеть только лишь от того, насколько хорошо сплавились слои в этой модели. Чтобы увеличить прочность, просто поверну модель. Теперь поддержки печатать не нужно, уже плюс. И прочность увеличится, так как работать будет не склейка между различными нитями слоев, а каждая отдельная нить пластика на ее разрыв. А разорвать такое количество нитей пластика гораздо сложнее, чем просто отделить их друг от друга. Запуская опять расчет печати, вот так уже гораздо лучше. И пластика почти 40 сантиметров экономим, время печати меньше. Но вся эта экономия сойдет на нет после дополнительной настройки. А вот прочность явно будет повыше. Можно посмотреть, как будет работать печатающая головка принтера при выкладке пластика. Как видите, теперь получается, что модель состоит как бы из отдельных непрерывных колец пластика, которые накладываются друг на друга. И для того, чтобы разломать эту модель, нужно будет разорвать все эти отдельные кольца пластика. А как я уже говорил раньше, сделать это гораздо сложнее, чем просто отделить два разных слоя пластика, спетшиеся друг с другом. А теперь пару слов о настройках, которые я выбираю у себя. Изначально производитель позволяет добавить в Туру заранее готовый пресет для этого принтера. Но я его чуть-чуть изменил. Итак, высота первого слоя у меня стоит 0,4 мм. Так принтер вначале выдавливает чуть больше пластика и модель немного лучше липнет столу. Количество линий стенки в данном случае увеличу до 3, это еще чуть-чуть придаст прочности. Заполнение поставим 40%, опять же, чем выше заполнение, тем, по идее, выше прочность напечатанной детали. Температура сопла у меня выставлена вот такая вот. Для ПЛА пластика 200 градусов в принципе должно быть нормально. Скорость печати 40 мм для всей модели и 10 мм для первых трех слоев. Обдув модели у меня изначально отключен. И включается он только после того, как принтер напечатает 1 мм высоты. Это помогает нижним слоям остывать более равномерно и не отрываться от стола. И печатать я буду на подложке. Так модель лучше держится за стол и не срывается. Запускаем опять нарезку и вот готовый результат. Печать будет идти почти полтора часа и принтер израсходует примерно 4,5 метра пластика. Сохраняем полученный житлот в файл и теперь можно сохранить этот файл на карту памяти и отправлять нашу модель на печать на принтер. Сохраняем полученный житлот в файл. Сохраняем полученный житлот в файл. Сохраняем полученный житлот в файл. И получился вот такой вот переходник. Во время печати порвало нить пластика и пока я его восстанавливал, вставлял назад в экструдер и пока принтер опять его схватил и наполнил экструдер, на одном слое получился вот такой вот небольшой косяк. Но на качество этой детали это влиять не должно. Дело в том, что вот эта вот недоэкструзия может повлиять только если деталь пытаться вот так вот как-то разломить. Но у меня она будет работать на растягивание и соответственно вот эта вот полоса, она никак не должна влиять на качество получившейся детали. Как я и говорил, печатал я деталь на вот такой вот подложке, это то, что сделал сам слайсер при печати, вернее то, что он сделал для печати и соответственно то, что распечатал принтер. Я пытался распечатать эту деталь без подложки на юбке. Вот это вот все попытки печати, которые закончились неудачно. Как я и говорил, на вот это вот тратится довольно-таки много пластика, времени на печать идет довольно много, но вот сюда, на вот эти вот все попытки вы тратите еще больше пластика и еще больше времени. И самое обидное будет, если начнет все нормально, но потом деталь отвалится от стола при печати, скажем, половины детали и вам придется все это вытянуть. Ну а теперь давайте посмотрим, получилась ли у нас деталь и выполняет ли она свои функции. Сюда переходнить становится довольно хорошо, гайка его фиксирует. Струбцина. Отверстие получилось довольно-таки большое, посадочное, но я решил не заморачиваться с точной выдерживанием вот этой вот формы, а сделать просто вот так вот. Одевается все нормально. Соответственно, вот так вот это будет все зажиматься. И можно сюда крепить видеосвет. Прикручиваем. А эту струбцину уже крепим на любой плоской поверхности, которую можно зажать под любым углом. И, соответственно, можно будет раскрепить наш видеосвет. Либо так, либо так, как вам больше нравится. На мой взгляд, все получилось вполне неплохо. Именно то, что я и хотел получить в конечном итоге. Обычная струбцина стала неким аналогом фотострубцины. И сюда можно крепить не только этот видеосвет, а любое фото-видео оборудование, у которого есть стандартный горячий, ну, крепление на стандартный горячий или холодный башмат. Например, фото-вспышку, у которой есть радиосинхронизатор или синхронизация по вспышке, по светоловушке. Можно на вот таком вот креплении установить, и она будет нормально функционировать. На этом у меня все. Пишите свои комментарии. Не забывайте подписываться на канал. И большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Пишите свои комментарии.